Продолжение следует... В отношении адювантной лекарственной терапии здесь в какой-то степени Ольга Александровна озвучила, которая передо мной выступала, но она больше в аспекте лучевой терапии касалась этого момента. В отношении системной лекарственной терапии в качестве адювантного лечения после хирургического лечения рака шейки матки такая опция, в общем-то, существует. Если пациенток после уже хирургического лечения развести на группы риска и если это пациентки высокого риска, то есть хотя бы один из факторов либо метастаза подвздошной лимфозы, либо инвазии параметриев, либо Р1 в краях резекции опухоли, это считается высокий риск. И вот здесь вот адювантное лечение лучевой однозначно показано. А вот в отношении системной лекарственной терапии эта опция, в общем-то, тоже рассматривается. Ну, стандарт, еще раз повторюсь, химиолучевая терапия – это европейские гайдлайны, рекомендации. А вот возможность адювантной, еще и добавления адювантной химиотерапии системной, да, возможно, именно среди этих пациенток с высоким риском. Это было еще озвучено в 2020 году в результате результатов этого исследования на Международном конгрессе в 2020 году. Она была озвучена повторно сначала в 2018 году, потом в 2020 году еще более зрелые данные тоже продемонстрировали возможность этой опции включения лекарственной терапии после адювантной химиолучевой терапии. Вот это исследование STAR среди больных раком шейки матки 1B1-2A2, которые подлежали хирургическому лечению. И дальше вот в качестве адюванта три рукава рассматривалась, либо лучевая терапия, химиолучевая, либо лучевая терапия, плюс системная лекарственная терапия, паклитоксилкарбоплотин. И вот здесь вот в целом на круг во всей когорте, вы видели критерии включения 1B1-2A2, на круг статистическое преимущество добавления химиотерапии не было продемонстрировано. Но в группе высокого риска, то есть где один из критериев присутствовал, либо метастазы лимфоузлы, или Р1, или параметральные инвазии, вот здесь вот такой вариант адювантной лучевой терапии, плюс системная химиотерапия. Здесь видите вот синий тренд на левом графике, действительно статистически достоверно показал преимущество. И поэтому вот этот вариант возможен к рассмотрению и возможен как опция лечения этих пациентов после хирургического лечения. Стандарт обязательно это химио-лучевая терапия, но вот адювантная химиотерапия, да, возможно. В отношении после лучевого лечения, да, достаточно дебатируем вопрос, и Ольга Александровна его касалась в своем выступлении. Я хотела бы вам продемонстрировать вот этот результат международного рандомизированного исследования третьей фазы, который был удолжен сейчас на АСКО в 2021 году. Результат, называемый сегодня Outback, системной лекарственной терапии после радикального лучевого лечения. При местно распространенном раке шейки матки, еще раз повторюсь, это не хирургия, а именно радикальная химио-лучевая терапия. И вот здесь дизайн этого исследования продемонстрирован. Эти пациентки, которые брались на радикальный курс химио-лучевой терапии 1B2, 2A2B4A и два рукава химио-лучевая терапия. Либо химио-лучевая, плюс одевантная еще химио-терапия карбоплотин-паклитоксил. И в результате этого исследования не получили выигрыша от вот этого второго рукава до появления системной лекарственной терапии. Поэтому, как заключение этого исследования звучит, что не продемонстрировано лучше общей выживаемости без прогрессивной выживаемости. Поэтому химио-лучевая терапия при местном распространенном остается стандартным методом лечения, несмотря на высокий риск. И теперь в отношении лечебной терапии при раке шейки матки. Это уже распространенный рак шейки матки. Здесь уже мы говорим именно о лекарственной терапии. И если бытовало мнение до 2000-х годов, что рак шейки матки химиорезистентный опухоль, потому что использовалось в основном монотерапией с исплатином. Далее, когда стали использовать дуплеты, в частности здесь продемонстрировано с исплатин топотекан, была продемонстрирована эффективность выигрыш в общей выживаемости с 6 до 9,5 месяцев. И дальше уже эра дуплетов в лечении рака шейки матки входит в стандарты. И дальше сравниваются различные варианты дуплетов. И паклитоксел, цисплатин, венорельбин, цисплатин, гемцитабин, цисплатин, топотекан, цисплатин. И, в общем-то, на круг статистически больших различий между этими дуплетами не было выявлено. Но по переносимости самый лучший оказался цисплатин, паклитоксел. И поэтому он тогда был взят за стандарт. Дальше исследование Джей Гоговская, 505-я, которое сравнило вот тот стандарт на тот момент паклитоксел, цисплатин с более переносимым паклитоксел, карбоплатин, продемонстрировало сопоставимые результаты по общей выживаемости. И далее уже этот вариант режим химиотерапии берется как опция стандарт также лечения распространенного рака шейки матки. Далее для улучшения результатов безрецидивной общей выживаемости исследуется и пробуется антиангиогенная терапия, в частности биовоцезумаб. И действительно продемонстрирую, что статистический выигрыш в лечении распространенного рака шейки матки, то есть добавление к дуплету биовоцезумаба увеличивает общую выживаемость достоверно с 13 до 17 месяцев в этом исследовании. И поэтому в стандарт входят дуплеты. Здесь продемонстрированы наши российские рекомендации. Цисплатиновые в основном дуплеты с паклитокселом и фосфамидом или гемцитабином, плюс-минус биовоцезумаб, или еще дуплет паклитоксел топотекан тоже как вариант опции лечения химиотерапии первой линии у больных раком шейки распространенным и рецидивным. Дальше в случае возникновения рецидива или прогрессирования выбор варианта лекарственной терапии второй линии. И здесь вот опции уже бывают исчерпаны. В настоящее время изменилась парадигма лекарственного лечения, в частности рецидивного рака шейки матки. Если старый парадигма химиотерапии воздействия на опухолевую клетку, то сейчас эра иммунотерапии, то есть новая парадигма воздействия уже на иммунную клетку и в дальнейшем уже апоптос и действия на опухолевую клетку опосредованно через иммунную систему. И результатом действительной эффективности и возможности иммунотерапии первая весточка была Keynote 158 исследование, которое действительно продемонстрировало эффективность иммунотерапии для больных распространенным раком шейки матки. Здесь была когорта изначально в 158 исследовании взята совокупность солидных опухолей, но большая группа оказалась у онкогинекологических опухолей, таких как рак эндометрия и рак шейки матки. И поданализ достаточно хороший получился именно по раку шейки матки, по эффективности иммунотерапии. Пембролизумаба 200 мг каждые 3 недели внутривенно в лечении распространенного прогрессирующего рака шейки матки. Это было продемонстрировано среди пациенток с PD-L1 экспрессией, и видите, по уровню частичного ответа составило 15%. У этих пациенток много это или мало? Может показаться мало, но с другой стороны, это те пациентки, которые, в общем-то, уже исчерпана была какая бы то ни была возможность лекарственной терапии. И здесь вот нашелся агент иммунотерапии, который сработал среди этих пациенток, фактически уже отказных. И в этой ситуации, мне кажется, 15% это достаточно значимая цифра. При этом полный ответ в 4% случаев был зарегистрирован. Но еще раз повторюсь, это вот поданализом именно с PD-L1 экспрессией опухоли были продемонстрированы эффективность. Там, где нет PD-L1 экспрессии, это крайний правый столбик, здесь, к сожалению, такого результата не получилось. И в целом на круг в 50% случаев частичный или полный ответ был зарегистрирован при иммунотерапии рецидивного распространенного рака шейки матки. Медиана общей выживаемости составила 11 месяцев. Это среди именно пациентов с PD-L1 экспрессией. И таким образом, вариант иммунотерапии включен в клинические рекомендации и российские химиотерапии второй линии пембролизумаб 200 мг внутривенно каждые 3 недели. Даже вот как первая опция второй линии химиотерапии. Эти же рекомендации приняты и ассоциация онкологов, и также включены в рекомендации как опция лечения второй линии химиотерапии, как самая первая опция. И в дальнейшем, на мой взгляд, иммунотерапия имеет свои основания для назначения. Грядет результаты, я думаю, скоро кино от 826-го, где, в общем-то, уже есть, забегая вперед, еще они не озвучены на европейских конгрессах, но, в общем-то, могу с вами поделиться, что там есть преимущества выигрыша даже комбинации добавления к стандартной химиотерапии по клитаксел, короблатин плюс пембролизумаб, выигрыш без прогрессивной и общей выживаемости, нежели только использование дуплета. То есть, наверное, мы уже потом увидим и не только во второй линии использования иммунотерапии, но в скорейшем времени и приобретет свое значение в первой линии системного лекарственного терапии, иммунотерапии при раке шейки матки. Спасибо за внимание. Продолжение следует...